Братья и сестры, я хотел вместе с вами вспомнить некоторые тексты Писания и немного порассуждать. Однажды я разговаривал с человеком, которого мы называем неверующие люди, те, кто регулярно церковь не посещают. Но этот человек был знаком с Библией достаточно неплохо в общих чертах. И он сказал причину своего возмущения. То есть этот человек верил, что есть Бог, но Бог, о котором он прочитал в Библии, он этого Бога не понимал. И слушаться, ну быть верующим он не хотел. Он сказал, Бог знал, что Адам и Ева вот от этого дерева, которое в саду, они плод попробуют. Я говорю, да, знал. А зачем он там его? Он что, не мог от них спрятать его? Мох, без проблем. Два варианта спрятать было. Один вариант был не сажать. Ну посадить его где-то, да, не в саду Эдемском, а где-то на другом противоположном полушарии земли. И прошло бы там, может быть, сколько-то тысяч или миллионов лет, пока Адам с Евой нашли бы нечаянно это дерево. А второй вариант – посадить, но ничего не сказать. Это тоже бы сработало, братья и сестры. Надежно бы сработало. Если бы не было запрета, в голову бы не пришло пробовать плоды с этого дерева. Много было плодов, которые и получше, и покрасивее, и повкуснее. Ну до определенного момента были. Братья и сестры, я сегодня вместе с вами хотел порассуждать о благословении запретов. Ну я всегда об этом так говорю и признаюсь, ну только своим друзьям, кто меня хорошо знает, что я очень не люблю запреты. Вот ограничения, запреты, они меня угнетают. Люблю свободно, когда все можно. Вот, но тем не менее, как бы приходится считаться и обращать внимание. Одна из тем, о которых мы сегодня молимся, постились о чем? Это о защите церкви от лжеучения и обольщения. То есть мы молимся, сегодня молились, молимся о том, чтобы Бог церковь свою защитил от лжеучения и от обольщения. И я сегодня молился, чтобы Бог нашу церковь сохранил, чтобы дьявол не мог ее обольстить, чтобы враг наш не мог сбить нас с правильного пути на какой-то плохой путь, в каком-то плохом направлении, чтобы мы двигались. Братья и сестры, я пытался много раз с детства, вот Миша в воскресенье проповедовал, и он, ну, интересно, одну мысль сказал, это, наверное, наши общие наблюдения, то, что у нас нередко представления о ком-то или о чем-то, они формируются на основании картинок. Вот Божий запрет в древности для своего народа гласил через Моисея, когда Бог давал закон, Бог сказал, не делай себе никакого изображения. То есть было строго запрещено, и Моисей с народом Божьим, они не имели права делать какую-нибудь картинку. Ни Моисей, ни Аарон, никто. И Бог несколько раз повторял, помни, не делай себе никакого изображения. То есть было строго запрещено. Ну и до сих пор, как бы, вот в Израиле, как бы, наверное, это одна из таких отличительных черт, то, что там очень мало каких-то памятников, таких, ну, памятников много, мало каких-то изваяний там, очень редко где там какая-нибудь голова, бюст и так далее, какие-то вот, ну, фигуры стоят, каких-то людей знаменитых есть, но очень мало. Почему? Потому что Бог сказал, не делай. Вот сделаешь, ну, конечно, Бог сказал о том, чтобы Бога никак не изображали, ни образно, ни как-нибудь, вот как бы, не делай. Почему? Твое представление вот станет вот таким, жалким, ничтожным, даже отдаленно не напоминающим святого, великого, вечного. И вот, ну, Миша сказал, что как бы его дочь увидела в проходящем бородатом мужчине. О, это Иисус! И у нас такое бывает представление. Вот я думал, ну, от Сады Демский, какая была площадь этого сада? Ну, сколько было? Сто гектар, тысяча гектар? Или это целый материк, может, был? Или полуостров? Ну, не знаю. Какое было ограничение? Ну, две реки было. Может, эти две реки и было, вот это ограничение этого сада? Но за пределами сада ведь тоже была земля, были растения, животные, птицы. Да, конечно. Но до греха, сделанного Адам и Ева, они жили только в границах сада Эдемского. И, в общем-то, сад Эдемский, он немного отличался, похоже, от всей остальной планеты. Все было весьма хорошо. Бог создал прекрасный мир. Один поэт написал, как прекрасна земля, и на ней человек. И вот Адам и Ева, они беззаботно жили в саду Эдемском. Они не боялись животных. Вот наши дети, я думаю, что они боятся, хоть они и смелые, и почти серьезные братья. Каких вы животных боитесь? Льва боитесь, ребята? Нет? Кошку боитесь? Нет. А если она такая черная и метра два длиной? Пума называется. Тоже не боитесь? Я знаю, что не боитесь. Я тоже не боюсь. Ничего. Когда ничего рядом нет. Но, братья и сестры, первые люди действительно не боялись. Вот Адам и Ева, они свободно разгуливали по саду Эдемскому. И написано, что Бог Адаму и Еве, ну, Адаму сказал, чтобы он возделывал этот сад. Я не знаю, что входило в функции Адама возделывать сад. Ну, примерно, дерева, какие были, Эдемские, которые сейчас, потом, ну, как бы, оказались в преисподней. Вот эти дерева, похоже, были деревья, ну, огромные. Сейчас на нашей планете только немного, там кусочек где-то сохранилось, деревья, которым там, ну, несколько тысяч лет. Вот громадные деревья, самые высокие деревья в мире сейчас, которые сохранились, вот секвойя. Такое дерево, его высота, ну, 100 метров, чуть больше 100 метров, самое высокое из сохранившихся деревьев. И вот говорят, что спил, когда сделали дерево, ну, посчитали там эти кольца, которые приблизительно возраст. И я видел фотографии такого спила, вот огромное, несколько метров диаметром, как бы спил дерево, недалеко от корня сделанной. И там такие таблички прикрепили, что вот это, ну, начинается там от нашего времени, что вот это 100 лет тому назад, там автомобиль построили первый тепловоз, потом там вот это тысяча, вот это две тысячи лет назад Христос родился там, ну, потом еще, еще там, я не знаю, несколько тысяч лет этому дереву, которое вот до наших дней дожило. Поэтому, представляю, тот допотопный мир, дерева в саду Эдемском, похоже, были огромные деревья, было очень удобно и уютно жить в этом саду. И человек для себя находил массу питания, всякие вкусные, прекрасные плоды. И, ну, мне так кажется или мне так хочется, что так не было, ну, как сейчас, когда я ел черешню, а жена мне говорит, а ты не смотрел, она не червивая? Я говорю, да нет, вкусная нормально. Говорит, а то вот я разломала там червячок. Я говорю, ты мне весь аппетит испортила. Такая вкусная черешня до сих пор была. А теперь тоже раз, думаешь, не, надо, смотришь, правда. Но он разве ухудшал вкус этой черешни? Да нет, беленький такой, симпатичный. Он там родился в этой черешне, и он жил. Он никакой грязи другой не видел. Но черешня вкусной перестала быть. Я подумал, не, лучше не есть, чем это. Думаю, что у Адама и Евы не было этой проблемы. Наверное, слон иногда говорил, Адам может помочь, когда Адам пытался выдернуть. А, сорняков там не было тоже. Ну, может, подсадить. Да, хочешь этот банан, давай я тебе сорву. Раз. Хорошо было, удобно. Знаете, одна какая была проблема? Там в саду был враг. Это был Божий враг. Это был враг Адама и Евы. И вот самый первый запрет, который люди услышали, и единственный, услышали из уст Бога, после сотворения, после создания прекрасного, Бог сказал Адаму, от всякого дерева ешь, только от дерева познания добра и зла не вкушай. Братья и сестры, там еще в саду было прекрасное дерево, которое будет там, в Божьем небесном вечном царстве. Дерево жизни. От него можно было есть. Так же, как от всех деревьев. Дерево жизни. Пробовали ли Адам и Ева плоды из этого дерева? Нет. Я думаю, что за те 50, 100 или, может, 500 лет, я не знаю, сколько Адам и Ева прожили до греха в саду Эдемском. Не хочется думать, что это было на второй день, после сотворения Евы. Хотя на это похоже. Но я не знаю, братья и сестры. Но вот сколько-то времени жили беззаботно. И мысль, я не знаю, приходила ли Адаму и Еве хоть однажды мысль, о, вот это то дерево, от которого нельзя есть. Я не знаю, братья и сестры. Но Слово Божие говорит, что вот эту мысль попробовать, вкусить, эту мысль дьявол вложил Еве. Искусил ее сатана. Сама она, очень легко Адам и Ева восприняли запрет. Бог сказал, не вкушай. Значит, не вкушай. Он лучше знает. Так дети наши до определенного возраста воспринимают запрет. Нельзя. И очень просто. А потом приходит и задает, а почему? Сейчас вот у нас была сестра наша старшая. Ну и мы вспоминали о нашей жизни с детства, с родителями, в доме, как мы жили. И одну историю вспомнили. Вот я сестре говорю, тогда мы с сестрой вдвоем только были. Паша еще не родился, маленький еще пока был. И однажды наш папа с работы коробочку принес и сказал, дети, если вот эту коробочку где-то найдете, не открывайте. И я своей сестре говорю, зачем он это сделал? Ведь наши родители работали, утром они уходили на работу, бабушка была, и мы как бы под присмотром бабушки дома были. И вот родители уходили на работу, и ведь других занятий, как искать коробочку, больше не было. Было интересно, почему? И я сестре говорю, ты помнишь, что ты тогда сказала? Она мне сказала, ну, мне было около 5 лет, лет 5, ну, наверное, ближе к 6. Не могу точно вспомнить, когда это было. Ну, вот приблизительно так, может быть, 4-5 даже. Она мне сказала, ты знаешь, наверное, там папа маленьких человечков в ту коробочку спрятал, вот мы их найдем, и мы с ними поиграемся. И я сестре говорю, это ж ты меня как бы, ну, подогревало интерес искать коробочку. Да, конечно, как бы вот, искали, искали. Ну, конечно, нашли. И, ну, не я нашел, я не всегда могу находить, вернее, чаще всего трудно мне находить. Вот, ну, а моя сестра, она поталантливее, поспособнее меня. Но суть в том, что, я говорю, вот если бы папа принес эту коробку, где-то поставил. Там, где он ее спрятал, я ей говорю, как ты нашла? Вот, ну, она без меня нашла, и мне до сих пор это обидно. И на тех человечков посмотрела без меня. Вот. Но, если бы он спрятал, искали бы? Нет. Я уверен, братья и сестры, мы бы не искали. Мы бы не знали, что она есть. Но поскольку мы знали, мы искали. И точно так сработал второй запрет, когда папа сказал, только не трогайте. И я говорю, сестре, помнишь, как мы с тобой, ну, как бы пытались нарушить. Вот. Это скрипка у нас в доме тоже появилась. Мы были детьми маленькими. Появилась скрипка, и папа ее очень высоко на шкаф положил, сказал, не трогать. Вот. И когда папа ушел, конечно же, мы эту скрипку... Сестра мне рассказала, как это красиво играет скрипка. Чтобы, если ее можно было достать, и на ней поиграть. Вот. Ну, мы попытались ее достать, и она, конечно же, оттуда упала и сломалась. Ну, я не об этом, братья и сестры. О том, что, когда есть запрет, у Адама и Евы, которые были сотворены по образу Божьему, они были святыми, Адам и Ева были безгрешными до момента согрешения. У них тело, плоть, точнее, она отличалась от нашей. Для них запрет не был искушением. Для них запрет просто был, как стенка. Вот. Мы подходим, на двери написано, не входить. И у нас сразу появляется мысль, почему? Ну, а что там? Походил, походил, везде можно, а сюда нельзя. Что же за той дверью? Интересно. Вот есть детский рассказ, тоже книга такая называется, что запертый сад. А что за той дверью? Все неинтересно. Вот, что за той дверью? Вот, а когда мы подходим к стенке, и никто не пишет, не проходи, да, сквозь стенку, у нас нет искушения. Ну, давай попробую, пройдут через стенку. Нет, мы понимаем, ну, это же стенка, да. Ну, попробовать можно, но как бы потом шишка долго очень заживает. Нет, лучше не буду. А если дверь, возникает как бы искушение. Посмотреть, почему нельзя. Братья и сестры, вот в чем благословение запретов? Наверное, можно было бы найти больше. Но я для себя отметил три таких понятных для меня благословения, которые содержат в себе запрет. Запрет, который поставил Бог Адаму и Еве, он тоже содержал в себе огромное благословение, братья и сестры. Вот, почему Бог не спрятал дерево познания добра и зла от Адама и Евы? Потому что Адам и Ева из творения Божьего, потомки Адама и Евы, они должны были вырасти в Божьих детей, в рожденных Богом детей. И это произошло не иначе, через смерть, через падение, через воскресение к новой жизни. Это огромное благословение, братья и сестры. Быть не просто творением, как слоник или жираф, или даже как ангел, но быть детьми Божьими. Братья и сестры, я текст Писания прочту из книги пророка Исаии. Первое благословение, которое содержит в себе запрет. И я нахожу, что в этой эдемской истории тоже вот этот запрет, ну, такой незримый заборчик, который Бог построил возле дерева познания добра и зла, вот этот заборчик, в нем было благословение. Какое благословение? Я читаю книги пророка Исаии, пятая глава. Я отдельные мысли буду читать, тут с первого до седьмого стиха. Отдельные фразы, как бы из контекста возьму, будет вам мысль понятна. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою. Потом, спустя какое-то время, господин этот говорит, «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и зарастет он терновником, и волчьцами, ну, и так далее. Звери будут приходить портить». В чем благословение ограды, братья и сестры? То, что запреты ограда, они создают для нас безопасное место. Братья и сестры, в саду Эдемском ничего не грозило безопасности Адама и Евы. Единственное – добро и зло. Дерево познания добра и зла. Единственное, что представляло угрозу духовной и физической жизни и безопасности Адама и Евы. Поэтому Бог сказал, не вкушай. Ева сказала, Бог сказал даже, не прикасайся. Бог потом скажет Адаму, за то, что ты послушал голос жены, проклята земля за тебя. Братья и сестры, благословение в том, что запреты и ограды, они создают нам комфортную, безопасную территорию. Братья и сестры, и, конечно же, это хорошо. Мы когда-то с одним братом рассуждали. Ехали мы в сторону там, ну в районе Сочи есть мост. Очень высокий, я не знаю, наверное, метров 80 по центру там через одно ущелье мост сделали. Так по серпантину объезжали, а теперь через мост. И такие, как спички, вот опоры эти высоченные, и туда вниз очень большая высота. И он говорит, вот интересно, что никто из людей не возмущается. К перилам подходят, да, и люди с опаской. Потому что, ну, многие боятся такой высоты. Ну, 100 метровая высота там или 80 метров высота. Или когда, ну, на такой большой высоте человек с опаской, как бы, о, страшно туда. Вот хорошо, что есть поручни, да, можно взять, взяться туда и заглянуть. И никто не возмущается. Зачем эти запреты? Понапридумали, понастроили, да? Нет, человек, ой, слава Богу, что есть. Но когда дело касается духовных вещей, Бог говорит, вот не вкушай, не пробуй. Смертью умрешь. А если попробовать? А если немножко? Ну, ладно, есть не буду. А вот в руках, если подержать. Я не знаю, какие приходили мысли Адаму и Еве до момента искушения. Но с момента, когда змей сказал Еве, что вы будете как боги. Сатана искусил, и Ева ела. Братья и сестры, вот этот шаг, он Адама и Еву ввергнул в жуткие бедствия, которые длятся до наших дней. Миллионы погибших людей. Сколько крови, слез, зла, беды, разлука с Богом. Сколько всякого зла. Потому что человек покинул безопасную территорию. Человек нарушил запрет. Братья и сестры, в Слове Божьем есть много запретов. Вот мы недавно с вами говорили, я проповедовал о том, что в нашей жизни должно быть чистым. Мы говорили, что Бог требует, чтобы совесть наша была чистая. Чтобы наше сердце было чистое. Чтобы глаз наш был чистым. Чтобы жизнь наша была чистая. Все, чтобы было чистое. Метело наше чистое. И что чистое, что не чистое, это же Бог выдвигает требования. Вот это чистое, вот это не чистое. И, ну, как бы я слушал, мне интересно, как все-таки иудеи сегодня и тысячу лет назад, как они понимали, почему, вот, ну, например, поросенок это не чистое, а там теленок или коза, или козел это чистое. Ну, я не понимаю, братья и сестры. Ну, да, врачи пытаются объяснить, что там для желудка тяжелее или еще что-то. Я не знаю. Или запрет не варить козленка в молоке матери. Тоже, ну, как бы, сегодня это объясняют, что молочное мясное, это отдельная кухня. Нельзя ни в коем случае, чтобы оно там пересекалось, и даже надо, чтобы прошло 4 часа, не меньше. Если ты выпил глоток молока или кусочек сыра съел, то мясо можно будет есть только 4 часа, не раньше. Иначе все, ты согрешил, ты нечистый. Но вот Бог дал такой закон. Почему? И я слушал, читал, и объясняют некоторые раввины. Ну, многие так объясняют, они в этом одном сходятся. Что Бог не объяснил. Просто Бог сказал, вот это чистое, вот это нечистое. Есть понятные законы, которые поддаются логическому объяснению. А есть законы непонятные, которые не поддаются логическому объяснению. Просто Бог сказал, вот это чистое, а вот это нечистое. И Бог это сделал для того, чтобы человек мог послушаться. И тогда, когда человек послушается, для него это будет благословение. Братья и сестры, вот первое благословение, что Бог, когда запреты человеку, границы в этом благословении, это безопасная территория. Поэтому, если Бог сказал, нечистое, запачкаешься, будешь грязным, будешь грязным, будешь болеть и даже умрешь. Это опасно, надо держаться подальше. Запреты, Божье слово запреты, или родителей запреты, или начальников запреты, или учителей в школе, преподавателей запреты, братья и сестры, это благословение. Они нам, для нашей духовной и физической жизни, приносят благословение. Тогда, когда дети учатся слушаться. Мама сказала, нельзя. Или папа сказал, нельзя. Или учитель сказал, нельзя. Не знаю почему, не понимаю, пока нельзя. Сказать себе нет, быть в этом твердым, это благословение, об этом дальше. Вторую мысль, которую себе отметил, братья и сестры, запреты, они помогают нам узнать себя. Вот Бог в древности, я из книги Второзакония прочту. Бог говорит через Моисея, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет, братья и сестры, вот здесь Бог говорит о запретах, чтобы узнать, будешь ли хранить. Разве Бог не знал? Знал, братья и сестры. Потому что мы читаем, в Новом Завете уже читаем об Иисусе Христе, о том, что Иисус Христос – это агнец, заклонный прежде создания мира. То есть, тогда, когда Бог, так сказать, проектировал творение нашей планеты и нас с вами, тогда, когда Бог в великий в своем предвидении видел, что человек, он станет врагом Богу, что человек, он займет сторону дьявола, и Бог это видел. И тогда, когда Сын Божий сказал, я иду, я умру за этих людей, я свою жизнь отдам, и эти люди, они станут новыми людьми. Да, у них будет грешная плоть, да, они будут в искушениях, но они станут новыми людьми, они станут детьми Божьими в теле человека. Это тело, оно будет противиться людям, духу будет противиться. Это тело будет влечь их ко греху. И Бог говорил в древности, вот мы прочитали, помни весь путь, и Бог говорил Своему народу, не идите вслед ваших очей, ваши очи, они будут тянуть вас ко греху. И, Господи, зачем же ты нам такие глаза дал? Ваши глаза, они будут тянуть вас ко греху, но вы не идите вслед сердца вашего, вслед очей ваших. Вы слушайтесь моих запретов, моих повелений. Я говорю больше об ограничениях, братья и сестры, но, в общем-то, любое, ну, как бы, повеление из Ветхого Завета, когда мы читаем, ну, или заповеди Иисуса Христа в Новом Завете, они тоже, как бы, ну, есть форма повелительная, а есть иногда это запрет какой-то, и не обязательно, все равно это какая-то граница есть. Тогда, когда Господь говорит, поступай вот так, и это уже, как бы, определенный барьер, что иначе нельзя, надо вот так. И вот Бог в древности людям говорил, не иди, да, плоть будет противиться, но Дух, Дух будет новый, это будут дети Божьи. Тело не проблема, потом я им дам новые тела, и будет новая жизнь, и будет новое небо, и новая земля, и древнее все пройдет. Но это было прежде создание мира, мы с вами вспоминаем, братья и сестры, об этом. И Господь хотел, чтобы израильтяне там, в пустыне, они себя увидели. Апостол Павел, который увидел себя, и мы читаем его слова, которые он с горечью пишет, «Бедный я человек, вот хочу доброго, а получается злое, плохое получается, желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того не нахожу». То есть, братья и сестры, вот границы, запреты, барьеры, они порождают внутри человека борьбу. Но раньше, чем появляется эта борьба, человек себя узнает. Адам и Ева, они себя узнали там, возле этого дерева. И потом, с какой горечью Адам говорит, когда Бог спрашивает, «Адам, а где ты? Да, Господи, вот мы увидели, что мы наги, и мы спрятались от Тебя, нам Тебя, мы Тебя стесняемся, нам стыдно. А не ел ли ты от дерева, которое запретил есть? Да, да, вот жена, которую Ты мне дал, это она как бы принесла мне, и я немножко откусил кусочек». Братья и сестры, вот и человек себя, и мы с вами узнали, так же, как узнал апостол Павел. Очень интересно то, что в послании к римлянам об этом пишет апостол Павел в 7 главе, 7-8 стих я прочту. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Ну, я не буду дальше. То есть, закон, он помогает нам увидеть себя, свою греховную сущность, свою испорченность, и увидеть нам нужду в Боге, увидеть зависимость нашу от Бога. Вот так наши дети, вот те, которые поменьше. Я рассказывал, что когда я был, ну, небольшим еще совсем мальчиком, папа меня с собой взял, и мы в гости к нашей тете ехали, ездили, и потом уже обратно собирались ехать домой, и мы шли летом через школьный двор. А там в школьном дворе собачки были. И вот эти собачки нас приметили и начали лаять на нас. Вот, ну, я-то, как бы, не очень далеко где-то от папы, там, скакал, бегал, мне все было интересно. Вот, первый раз я в новой местности, как бы, был там. Вот, а когда собачки появились, я так к папе поближе, поближе, и на всякий случай за руку его. Он на меня посмотрел, говорит, ты что боишься? Я говорю, нет. Ну, а, в общем-то, за руку я с ним ходить не любил, я же любил бегать. Говорит, зачем, что я маленький за руку, мне уже пять лет за руку с папой ходить. А страшно стало? Раз, и за руку. Вот так точно мы с вами, братья и сестры. Однажды и я, и вы, мы увидели свою греховность и испорченность. И мы поняли, что все-таки у меня не получится. И мы сказали, Господи, мне стыдно. Много грехов, все плохо. Прости меня, пожалуйста, и помоги мне. Я не могу без тебя. Братья и сестры, это благословение запрета. Ну, или закона в древности. Запреты и ограничения помогают нам лучше узнать себя. Я одну притчу, ну, тоже, наверное, иудейскую, хотя и про Наполеона слышал однажды. Вот один там, объясняя законы древние Моисеевы. И он рассказал притчу такую. Он говорит, что однажды Наполеон спит в палатке, ночью проснулся, ему пить хочется. Захотелось пить. И он думает, ну, надо встать, пойти попить. И говорит, а внутри мысли приходят, ну, ты же император, что? Ну, ты же, в конце концов, как бы начальник. Все, лежи, потерпи до утра. Можешь же потерпеть? Ну, могу потерпеть. Ну, терпи до утра. А вторая мысль. А что терпеть до утра? Может, это лень? Может, мне просто лень встать? Вот как бы, ну, сходить до колодца, воды попить? Нет, не лень встать. И вот лежит и думает, что же делать? Встать, пойти попить? Или, ну, волю свою показать, что я терпеть могу? Но тогда вроде бы как лень, ну, как бы в ладоши хлопает, что, ага, все-таки ленивенький ты это. Ну, кто же победит? Ну, концовка интересная в этой, да? Как правильно было сделать Наполеону? Встать, прийти к колодцу, вернуться назад и лечь спать до утра. И лень в ладоши не будет хлопать тогда. И как раз терпение вот такого и начальника, и императора будет видно в этом. Братья и сестры, вот мы себя узнаем в таких ситуациях, когда мы думаем, Господи, а как правильно поступить? Вот как бы ты хотел, чтобы я поступил? Братья и сестры, ограничения, которые Господь для нас ставит в нашей жизни, они помогают нам лучше узнать себя и увидеть нашу нужду в Господе. И последняя мысль, о которой я хотел сказать, братья и сестры, то, что запреты, ограничения, вот Божьи, вот эти барьеры, заборчики такие, они выращивают победителей. Я читаю 7 глава послания к римлянам, стих 22-25 прочитаю. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Братья и сестры, запреты рождают победителей. Вот дети, которые с детства растут и которых родители научили слушаться. Послушный ребенок. Это огромное благословение на всю жизнь. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда мое… Ну, тысячи раз я не слушался всех и чего только нет. Но я не могу вспомнить, чтобы я не послушался, и чтобы я помнил долго и радовался, как хорошо, что я не послушался. И я тысячу раз вспоминаю, что я не послушался, и это непослушание, оно принесло мне в жизни очень много проблем. А некоторые мои непослушания и сегодня еще откликаются для меня какими-то огорчениями, проблемами. Родителей, преподавателей или Бога. И имеет значения все, любое непослушание, оно в себе таит возмездие будущее. Поэтому какое благословение тем, кто научился слушаться. Запреты, они рождают победителей. Не буду больше рассказывать примеров. Я прочту еще один текст Писания, чтобы мы помолились, братья и сестры. Читать я буду из послания к евреям. Послание к евреям, глава пятая. Не очень понятный текст Писания, братья и сестры. Но это очень понятный пример для меня и для вас. Читаю послание к евреям, пятая глава. Об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Период тогда, когда Он в теле человека жил на земле. Написано так. Он в одни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Братья и сестры, отдельные мысли из прочитанного отрывка я повторю, чтобы выделить. Иисус Христос страданиями научился послушанию. Так написано. Приобрел навык послушаниями. Страданиями навык послушаниями. То есть, братья и сестры, с детства слушаться, тогда, когда есть запрет, когда есть барьер, граница, слушаться тяжело. Это страдание. Страдающий плотью перестает грешить. Тогда, когда я или вы, мы говорим в своей плоти, нет. Плоть страдает, она требует. Ну, хоть немножко, ну, хоть кусочек, ну, вот один глоточек. Ну, что, ну, ну, что, такой грех? Ну, так, ну, мои друзья в юности уговаривали тогда, когда там, ну, что-то спиртное. Один глоточек, что, прям грех? Ну, кажется, нет, один глоточек, да, а два? Ну, а десять? По одному только. Вот, где грех, братья и сестры? То есть, вот какая-то граница, тогда, когда человек не послушался. Вот Адам и Ева, они не послушались кардинально, да? Взяли и ели. А ведь иногда непослушание не настолько кардинально. Некоторые христиане спрашивают, насколько близко, вот я могу? Вот, вот близко-близко, чтобы близко, но чтобы так, чтобы не сильно согрешить. И у нас иногда такая мысль. А вот это большой грех или небольшой? О, вот то большой грех, а это? Ну, а это не такой большой. Братья и сестры, написано, что Иисус Христос – навык послушания. То есть, Христу с младенчества не так легко, очень тяжело давалось, братья и сестры. Чтобы быть послушным страданиями навык послушания. И для всех послушных Ему сделался виновником спасения вечного. Братья и сестры, Иисус Христос – Спаситель для всех людей. Для всех послушных Ему людей. Так говорит этот текст Писания, братья и сестры. Можно ли обо мне, можно ли о Тебе сказать, что я послушен Ему? Братья и сестры, воспринимаю ли я те границы, которые я нахожу в Слове Божьем, те барьеры, как благословение в своей жизни? Как, ну, то, посредством чего я могу стать победителем, посредством чего я могу расти духовно, лучше узнавать себя и Господа? Воспринимаю ли я вот церковь, мое членство в церкви, в братстве, в границах каких-то, вот с понятными или с непонятными мне ограничениями, запретами, как благословение, как безопасную территорию? Так ли у меня это? Братья и сестры, вот этот текст Писания, у меня очень много вопросов, вот в этих трех стихах, которые прочел, что Христос во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами. Братья и сестры, какая нужда была Сыну Божьему, святому, безгрешному, с сильным воплем и со слезами молиться Своему Отцу. У Него, что, было больше искушений, чем у меня? Так у меня плоть греховная, а у Него безгрешная. Но Он с сильным воплем и со слезами, а я не вижу такой нужды сегодня. Почему? Потому что я меньше нуждаюсь? Скорее всего, потому что я меньше вижу. А почему я меньше вижу, братья и сестры? И Сын Божий, Он сделался виновником спасения вечного для всех послушных Его. Пусть Господь благословит, чтобы вот этим послушным, для которого виновником спасения стал Сын Божий, был ты и я. Помолимся Господу. Аминь. Спасибо.